МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы стремились к этому, и мы ушли сюда только за победой. Золотая шайба нашла своих победителей. Как и год назад за победу спорили Горецкий Мираж и Минский Берку. То есть на одних эмоциях реально можно выбрать. Нас ждет пятая игра. Могилевский коммунальник против Барановического Атланта. Кто пройдет в полуфинал чемпионата страны? Переполняли множество эмоций. И главное, я даже не верил, что могу так выстроить. В Могилеве чествовали лучших спортсменов. Спорт-М побывала на торжественной церемонии. Всем привет! Это программа Спорт-М. В ближайшие минуты подробно о спортивной жизни Могилевской области. Не переключайтесь. В Горках определились победители республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба». В этом году регламент турнира был изменен. Хоккейные дружины разбили на два дивизиона А и Б. В первом играли команды районов и городов, где имеются крытые сооружения с искусственным льдом. А в дивизионе Б выступили коллективы, где есть доступ только к открытым ледовым площадкам. Финальный турнир в Горках в этот раз проходил по круговой системе, но за первое место снова спорили местный «Мираж» и минский «Беркут». Год назад семьи оказались представители Могилевской области, а в этом году заветный кубок над головой подняли минчане. Очный поединок между фаворитами завершился в ничью 3-3, и победитель соревнований определился по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Она оказалась лучше у «Беркута». Ура! У нас тренировки начинаются в шесть, но мы всегда примыкаем на тему с тренировками. Благодаря этому мы выиграли и республиканскую. Ну а что дальше, ребята, теперь? На что рассчитывали? С России хотим играть. Выиграть! Выиграть начинаем! С России! Довольны очень. В прошлом году не удалось. Ворши мы проиграли в финале горкам, поэтому очень рады, что отыгрались. Взяли небольшой такой реванш. Своими впечатлениями поделились и ребята из «Борецкого миража». В этот раз серебряные призеры. Да, мы как бы заслужили победу, мы всех выиграли. Ну, чтобы выиграть минск, нам не хватило нескольких очков. Но все-таки, я думаю, мы молодцы. И, думаю, Иван Николаевич тоже нами бы гордился. Мы тренируемся три-четыре раза в неделю. Уроки тоже не мешало делать. Всего тренировка идет два часа. Потом за уроки? Да, потом за уроки беремся. Дети вымучились, дети выложились. И доказали, что они не слабее детско-юношеских спортивных школ. Третье место и бронзовые награды «Золотые шайбы» у принеманских ястребов из Тродно. Однако соревнования в Горках на этом не закончились. В борьбу за награды вступили участники дивизиона «Б» младшей возрастной группы. Луч из Витебской области, Вымпила с Гомельской, Юности с Гроднимской, Замосточья из Минского района и Триумф из Могилевского. Отметим, что в финале дивизиона «Б» отсутствовали минские команды, а не самая холодная зима лишила еще и представительства от Брестского региона. В соперничестве из пяти коллективов лучшими оказались хоккеисты Триумфа из Могилевского района. Они одержали четыре победы, причем три из них с крупным счетом. Серебряный призер из соревнований команда «Юность» бронзу выиграла команда «Вымпел» с белорусского Полесья. Наши девчонки молодцы. Это про волейболисток Могилевского коммунальника. Они смогли не только навязать борьбу шестикратным чемпионкам страны из Барановического Атланта, но и на стадии четвертьфинала дважды отобрать очки. То, что для выяснения сильнейшего понадобится пятый матч в серии, еще неделю назад никто не верил. А могилевчанки смогли сначала выиграть один из двух матчей на чужой площадке, а потом в Могилеве повторить успех. Эх, если бы чуток везения, серию можно было закончить в Могилеве. Но придется ехать в Барановичи, где в среду, и получим ответ на вопрос, пройдет ли коммунальник в полуфинал чемпионата страны. Пока счет в серии, которая играется до трех побед, 2-2. Переломом нету первой партии, потому что нас надломило то, что пассующая не справилась с своими обязанностями. Ну и много мячей не забивали, которые поднимали в защите или на съеме. Понимаете, тут даже может быть не столько важна техника, тактика, сколько эмоциональный подъем. Можно на этом очень много сделать. Но когда оно как волны в море, то вверх, то вниз, то сложно что-то предугадать, что-то прогнозировать по этому поводу. Ну, как вышло, так вышло. Будем настраиваться на среду, на пятую игру. Так что еще ничего не потеряно, все впереди. Тяжелая эмоциональная игра, психологическая. Мы ее выстояли сегодня, не смогли. Поедем пятую игру играть. Что важнее, там профессиональные качества или эмоции? Уже в пятой партии будет? В пятой партии скорее эмоции. То есть на одних эмоциях реально можно выиграть. Вот этого и пожелаем нашим девчонкам. Если пройдем дальше, в полуфинале нас уже ждет столичная минчанка. Будем ждать новостей с Баранович. Спорт М расскажет. В Могилеве подвели спортивные итоги прошлого года. Награждали ребят из училища Олимпийского резерва. Их учащиеся выступают в составах национальных сборных страны по различным видам спорта. 130 человек – это если в цифрах. Кстати, это лучший результат за последние несколько лет. Да и само училище в лидерах. На республиканском смотре-конкурсе Могилевский УОР занял третье место среди 11 таких же заведений страны. О причинах такого успеха мы спросили у директора спортивного учреждения. За счет мастерства, профессионализма, тренерских кадров, ну и, конечно, немаловажная способность учащегося, который хочет заниматься и показывает результат. 26 медалей с международных соревнований, 579 с республиканских стартов. За прошлый год в училище подготовили 38 мастеров спорта, двух международного класса. Сами спортсмены так вспоминают 2014-е. Самое яркое мое впечатление было тогда, когда я стала на Европе второй. Это было в Польше, Катовице. Это было первенство Европы среди молодежи до 20 лет. Я стала второй в весовой категории 44 килограмма. В 2015 году у наших олимпийцев главная задача – получить максимальное количество лицензий для выступления на Олимпийских играх. Мы ждем успехов борцов, тяжелоатлетов, легкоатлетов. Но кто именно поедет на летние игры в бразильский Рио-де-Жанейро, пока можно только прогнозировать. Международные старты покажут реальность. В областном центре прошел гандбольный турнир памяти могилевских тренеров Валерия и Людмилы Катусовых. Для знатоков этой игры имена хорошо известны. Мастера спорта поиграли во времена Советского Союза. Последние годы занимались с детьми. И те показывали хороший результат, побеждая на республиканских спартакиадах. Сегодня их воспитанники в память о своих наставниках организовали областной турнир. Кроме двух могилевских и горецкой команд, гости приезжали из Лепеля, Орша и Смоленска. Два дня борьбы на площадке и дружеские встречи в неспортивной арены распределили команды по турнирной таблице. Три из них поднялись на пьедестал. Две команды из областного центра у них первое и третье место на турнире. Ну а серебро отправилось в Лепель. Гандбольные клубы области провели очередные поединки. В мужском чемпионате страны Могилевский Машеков в гостях встречался с новополоцким гандбольным клубом имени Левина и потерпел минимальное поражение 37-38. Отметим, что могилевская команда сохранила верхнюю строчку в турнирной таблице группы Б. А вот неудачная игра в женском чемпионате Бобрусской Березины и в частности гостевое поражение от Гомеля со счетом 24-34 пока не позволяет рассчитывать на место в чемпионате выше пятого. Могилевская баскетбольная команда Борисфер-Колосы потерпела поражение в очередном матче тура чемпионата страны. Поражение от лидера Гродно 93 со счетом 74 на 108. За четыре тура до завершения регулярного чемпионата наша команда занимает третью позицию в турнирной таблице. Футболисты Могилевского Днепра продолжают подготовку к новому сезону. Спарринг со Шкловским Спартаком завершился победой команды из областного центра со счетом 2-1. Стоит отметить, это уже третья подряд победа Днепра в товарищеских матчах. Уже в среду у могилевчан запланирован спарринг с Мозорской Славией. И на сегодня о спорте это все. Увидимся на Беларусь 2 уже в четверг. Это была программа Спорте. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!